Приветствую на канале всех любителей японского денима. На обзоре у нас сегодня мои достаточно старые джинсы от Oni Denim. Это 552 модель из 15 унцевого денима Greencast. То есть это деним с зеленоватым таким оттенком морской волны. Джинсы это ношу в течение нескольких лет, но периодически активно, периодически их когда-то не ношу, потому что коллекция достаточно большая. 552 модель это прямой не широкий регуляр с таким средней посадкой. Сидит он примерно вот таким образом покажу. Теперь давайте посмотрим по самому дениму и по деталям. Деним выглядит вот следующим образом. Вот такой индиго немножко с добавлением сульфидов, которые дают вот такой вот немного зеленоватый оттенок морской волны. Не знаю насколько получится его правдоподобно изобразить. Достаточно мягкий деним, слабе здесь присутствует, но не в экстремальном виде, конечно, потому что это среднеунцевый деним. Сейчас в данный момент именно такого денима в коллекции этого производителя нет, но сходные варианты вот в средней плотности есть. Только они просто в таком в темном индиго, не гринкаст. Вот таким образом проявляется фейдинг, видно вот это вот такая зернистость. Но опять же таки он вот такой не экстремальный слабе, а вот так я бы сказал такой ненавязчивый, естественный. Ткется он с небольшим натяжением нити, что дает вот такую вот легкую болтанку станка и образуется вот такая вот некоторая легкая неоднородность, которая при фейдинге, проявляет себя в большей степени. Вот появляется такая вот легкая бугристость, неоднородность, как я уже говорил, и некоторая такая даже поперечная волна. Давайте посмотрим под деталем. Патч на то время выглядел вот таким образом. Тут Они Интернешнл писали, но сейчас так уже не делаю, тут голова демна вся та же. Шлевка, кстати, выполнена вот таким образом, со смещением. Ну, просто вот так вот они сделали. Карманы хорошо знакомые, хорошо знакомые также вот арка. Она в стилистике как будто нарочито грубо, как будто это сделано вручную. Стиль монетного кармашка, ну, тоже хорошо знаком, но заклепки, обращу внимание, без брендинга идут. И вверху вот такая зеленоватая нить, ну, подчеркивает, что это именно гринкаст. И вот кромка такая подобная. Стиль пуговиц тоже старый, без брендинга, просто венок со звездочкой. Вот. Вот с обратной стороны мы видим скрытые заклепки. И лейблонник, он точно такой же существует и поныне. Так что такие вот джинсы на любой, и в первый мир, как говорится, ношу я их периодически. Фасон универсальный, да ним очень нравится. Хотя это, конечно, не их флагманский секрет, который вот они активно выпускают. Но вот если они выпустят что-то еще, вот в таком 15-унцевом гринкаст, я бы рекомендовал взять. Так что спасибо всем, кто смотрел. Носите хорошие джинсы. Буду по мере возможности радовать вас обзор.